Список дворян Могилевской губернии Официальное печатное издание Могилевского дворянского депутатского собрания, которое приводит список дворянских фамилий и лиц с указанием их титулов. Только номер архивного дела из дворянского фонда и номер по порядку каждой фамилии и части РДК, в которую они внесены. Данные этого списка публиковались на основании родословной книги дворян, которая велась губернскими предводителями дворянства по годам и алфавиту. После 1772-1782 года и до 1917-1918 год это была единственная официальная публикация в своем роде по Могилевской губернии. После 1917-1918 год не было репринтного воспроизведения этого списка. Список присутствует по одному экземпляру оригинала этой публикации согласно каталогов в исторических научных библиотеках Украины. Россия и Белоруссия архивные рукописные источники по Могилевской губернии, послужившие источником данного списка, не сохранились описания издания. Этот список издан Могилевским дворянским депутатским собранием в Могилеве. В типографии литературы Я.Н. Подземского в 1909 году с разрешением Могилевского губернатора. Оглавление списка начинается со ссылки на свод законов Российской империи. Статью номер 968 Томаяк. Создание 1899 года. С пояснением раздела списка на шесть частей. Текст списка напечатан старорусским языком. Заметно старание авторов передать в русском языке звучание польских фамилий с польского языка. Некоторые польские фамилии носили этнические белорусы из-за ополичивания Белоруссии. Авторы списка указали варианты чтения. Печатный текст списка не имеет русской буквы «Ё». Встречаются немецкие фамилии с характерной приставкой «фон итало-французский» с приставкой «Д». В списке по алфавиту, когда встречаются двойные с разными заглавными буквами напечатанные через тире, при определении, куда вносить по порядку такую фамилию. Авторы списка делали выбор по распространенному правилу, какой фамилии отдавал предпочтение носители этой фамилии. Их общее число по порядку – 1355. Список размещен на 23 печатных страницах. Исторические условия создания списка дворян Могилевской губернии. В это издание вошла только часть древнейшей сушской и друдской шляхты. К сожалению, никогда не существовало полного списка дворян Российской империи. Даже много признанных шляхтичей в российском дворянстве по отдельным губерниям этнической Белоруссии, уже присутствующих в губернских официальных изданиях, не публиковались во всероссийских. Так в памятных книжках Могилевской губернии публиковался в 1870-1871 годах. Императорский указ со списком белорусских фамилий шляхты Великого княжества Литовского провинции Речи Посполитой, где упоминалось о разборе шляхты и отказе признать в российском дворянстве. О переводе в податное сословие мещан и крестьян старой белорусской шляхты, упразднении ВКЛ и ликвидации его юридического поля, образовании царства польского без его былого влияния на этнические территории Белоруссии, формировании нового административного устройства и т.п. Причин, хотя бы раздел Польши, но дело производства велось на польском языке этим, как и другими списками иных губерний после 1917 года, активно пользовались в репрессиях. На титульном листе этого фонда осталась печать МВД СССР. Среди причин отказа признания в российском дворянстве старой белорусской шляхты в новой политической ситуации было участие в национальных восстаниях. Из-за нелояльности к новому политическому режиму, польское восстание и т.п. отсутствие обязательной выслуги на государственной российской службе и т.п. Причин, среди шляхты без энтузиазма воспринималась обязательная военная служба после событий гибели всего корпуса Минского подразделения, сформированного из «Шляхтичей», когда оно специально было брошено российским руководством в горнеобое при сохранении военнослужащих выходцев из России. Этим объясняется существовавший временной перерыв в датах официальных признаний и утверждений в российском дворянстве шляхтичей российским государем-императором. Хотя представления документов официально в Санкт-Петербург по закону должны были подавать ежегодно из каждой белорусской губернии. Но в современных архивах РГА и РГДА нет четко ежегодного архива об этом за период 1785-1917 год. Тем более, что стратификация элиты белорусской нации в ВКЛ отличалась от российских реалий, формирование российской элиты зацикливалось на материальную зажиточность, тенденциозно подчеркивая социальный статус, что якобы отличительная особенность благородства для признания в дворянстве это материальный достаток. В связи с чем интересна история создания категории «дворян-однодворцев», ведение отдельно ревизских сказок по этой категории, особое внимание привлекает административная нестабильность и нарочитая путаница усложнившая поиски документального доказательства шляхетского происхождения для признания в дворянстве. Так как архивы формировались именно по административному названию, но аналитической работы не проводилось, письменно не фиксировалась эта особенность, справочного аппарата и информационных технологий не было. К примеру, основанная Могилевская губерния переименована в Белорусскую губернию, потом вновь названа Могилевская губерния в 1802 году, а перед тем она носила название Могилевское наместничество и как ни странно с центром в Г. Витебск. Та же ситуация по уездам, к примеру по юрисдикции некоторых населенных пунктов. Рогачевская провинция, потом Рогачевский уезд, отдела Рогачевского уезда велись до 1850 г.г. и вовсе в Белицком уезде. Новый режим не только изобретал усложнение процедуры признания белорусской шляхты, но и методы ликвидации былого административного деления. К примеру, в Могилевской губернии Рогачевский уезд с центром в Г. Рогачев до 1772 года был Рогачевским староством с центром в Г. Рогачев в Речицком повете Великого княжества Литовского, а в Российской империи центр Речицкого повета перенесли из Речицы в Бобруйск с названием Речицкий повет и т.п. Интересно, что кроме документов и родословный шляхтич обязан был давать еще свидетельства от генерал-губернатора об отсутствии политических и уголовных преступлений. Многие архивы горели в пожарах и войнах, бумага не выдерживала условий хранения в архивах и т.п., что усложняло признание. Из-за бюрократии при признании были случаи подачи документов и генеалогии шляхтичами в другие губернии, где они получали признание без проволочек. Интересны были случаи, когда для завладения богатым имением белорусского шляхтича чиновник нового порядка в белорусских губерниях после 1772 года доносил, манипулировал и влиял на его судьбу. У российских чиновников вызывало зависть и противостояние то, что у белорусской шляхты древность родов часто встречалась от 600 до 400 лет и более тогда, когда россияне имели от 50 до 100 лет в молодом государстве Российской империи, бывшем русском царстве. Объективности ради очень важно понимать в данном вопросе сформированный взгляд из этнической Белоруссии на Россию того периода. В России в 1711 году была Петровская реформа в филологии вместо московиты писать самоназвание подданных Российской империи как «русские» тогда, когда предков белорусов и украинцев называли «руськи» с корнем слова «русь» и одной буквы, как потомков Руси. На амбиции национальной элиты России собирать русские земли смотрели как на несключительное право России. Поэтому многими современниками того периода признание шляхты в российском дворянстве воспринималось неоднозначно, лишь как право на доступ к социальным привилегиям и материальным благам, но не как наличие совокупности морально-нравственных качеств и не абсолютный признак благородства представителей российского дворянства, что привело к утрате актуальности монархии среди большинства народа Российской империи. Бывали случаи, когда представителей древней шляхты не признавали в дворянстве и не вносили их в шестую часть списка РДК, из-за чего те вынуждены были в новой политической ситуации через государственную службу получать утверждение в российском дворянстве. Этим объясняется, почему разные ветки одного рода встречаются в разных частях списка РДК, хотя это как правило представители одного рода, немаловажно учесть в истории признания в российском дворянстве шляхты данной губернии Белоруссии факт конфликта менталитетов и мировоззрений на социальное устройство общества, так как белорусская шляхта имела менталитет с традициями Вечеруси находилась в Великом Княжестве Литовском и под влиянием Речи Посполитой, где статут литовский был образцом для европейских стран, а Польша была колыбелью современной европейской демократии, короля избирала шляхта. К тому же большое число белорусской шляхты было конкурентом для российских чиновников в установлении нового режима в обществе, что немаловажно было в вопросе количества признаваемой шляхты в российском дворянстве, и признание прав белорусской шляхты равноценных российскому дворянству. В документах ВКЛ можно встретить то, что все что за Г, Смоленском на восток от ВКЛ – это не Русь, а окраина русская. Немаловажную роль имели репрессии и дискриминации новой политики в упразднении греко-католической церкви, контроля Рима-католической церкви, что заметно при составлении родословного древа, когда необходимо извлекать документы из католических метрик до 1830-х ГГ, и после из православных по одной и той же церкви данной губернии в Белоруссии. Свобода шляхетская в данной губернии уже имела традиции тогда, когда в России дворянство ее получило только в 1785 году. Грамота на права, вольности и преимущество благородного российского дворянства. Шляхта данной губернии оказалась в ситуации, когда без ее участия и учета ее мнения ее судьбу решала в 1772 году. Российская империя, Прусское королевство и Австрийская империя при первом разделе Речи Посполитой и историческая память белорусской шляхты хранила формы геноцида российских войск в Белоруссии. Украинских казаков под руководством московского царя, к примеру, в Г. Мстиславле в 1654 год, от рук российских войск 15 тысяч человек погибло, а в живых осталось около 700 жителей. Упомянутая имеет принципиальное значение для понимания исторических условий создания данного списка незадолго до Октябрьского переворота 1917 года и была учреждена Департаментом Герольдии правительствующего Сената так называемая Всероссийская дворянская родословная книга для лиц, выслуживших дворянство, но по каким-либо причинам не причисленным к дворянству определенной губернии. Дело в том, что в начале ХХВ дворянские собрания получили право отказывать в причислении к местному дворянству. Иногда при этом они руководствовались вероисповеданием данных лиц. Без энтузиазма рассматривались, к примеру, подобные ходатайства лицаудейского вероисповедания. Впрочем, и христианину могло быть отказано в причислении к дворянству данной губернии. Так, например, Московское дворянское депутатское собрание отказало во внесении в местную родословную книгу князьям Гань Тимуровым, утвержденным Сенатом в достоинстве князей Тунгусских, поскольку семья не имела в губернии и недвижимой собственности. Принадлежность к дворянству доказывалась в губернском дворянском собрании с 1785 годом, то есть со времени издания императрицы Екатерины II, жалованные грамоты дворянству лица, признанные в дворянском достоинстве по происхождению или по личным заслугам, вносились в губернскую родословную книгу, из губернии дела о дворянстве поступали на утверждение в Герольдию Сената, туда же из губернских собраний, ежегодно высылались списки лиц, причисленных к уже утвержденным в дворянстве родом. Происхождение из дворян определенной губернии фиксировалось и в послужных списках чиновников и военных, хотя часто указывалось не губерния, по которой числился их род, а губерния, в которой родились они сами.